Девушки отдыхают Но внешность может быть обманчивой Он врал мне, он врал всем В темных глубинах сети можно хорошо спрятаться Это как страшный сон для любого родителя Кейси! 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 Паутина лжи Штат Арканзас, декабрь 2001 года Холланд, штат Арканзас Отдаленный сельский городок на юге США Здесь живет 12-летняя школьница Кейси Вуди Кейси жила в самом конце небольшой дороги Дальше уже ничего не было Ее дом стоял возле самого леса Соседи рядом отсутствовали Нужно было порядочно пройти, чтобы добраться до ближайшего дома Там очень тихо и красиво По вечерам стрекочут сверчки Но, конечно, не совсем удобно жить так далеко ото всех Я дома! Кейси часто бывала дома одна Ее брат Тим учился в колледже А отец, вдовец Рик, часто дежурил на работе в полиции Никто из ее подруг не жил поблизости Они не могли к ней приходить каждый день Кейси в ее возрасте, конечно, хотелось побольше общаться со сверстниками Чаще всего ей не с кем было поговорить, кроме как со своими родными Для девочки-подростка этого недостаточно Привет, пап! Привет, детка! Как дела? Из-за того, что дом Вуди стоял отдаленно По телефону звонили редко, и это было дорого В школе все хорошо Когда ты вернешься? Вместо этого отец Кейси разрешал ей обмениваться сообщениями по компьютеру Чтобы общаться с друзьями Хорошо, люблю тебя В течение недели они с друзьями могли общаться только по вечерам с помощью интернета В сети у Кейси был ник Образцовая модель 36 Это производная от названия ее любимого телешоу И номера на майке ее брата в футбольной команде Первыми друзьями Кейси в сети были ее одноклассники В том числе Саманта Милашка 87 Мы болтали о мальчишках, макияже Обычные темы для 13-летних девчонок А также Джессика Кейси нравилось обмениваться сообщениями гораздо больше, чем другим Интернет был для нее окном в мир Каждый раз, как я заходила в сеть, она была там С таким именем в сети, по сравнению с другими, Кейси могла свободно общаться с кем угодно Нам очень нравилось то, что в сети нам не нужно было быть такими, как каждый день в школе Она не чувствовала никакой опасности в том, чтобы общаться с друзьями таким способом Я тоже считал, что это вполне подходящий для нее вариант 31 декабря 2001 года Даже в канун Нового года Кейси не могла забыть о компьютере С Новым Годом! Ты что? Это плохая примета, чокаться до Нового года Заглянем в чат? Еще час до 12 Давай Впервые Кейси с подругами решили войти в онлайн-чат, присоединившись к тысячам анонимных пользователей Мы зашли на сайт христианских тинейджеров Мы старались выбрать что-то более безопасное, поэтому христианский сайт показался подходящим Но я не думаю, что он вообще имел какое-то отношение к христианству Ух ты! В чате сидело не так много людей, потому что это был Новый Год, все где-то веселились в праздник Ну, а мы сидели дома как маленькие Итак, мы просто очень хотели познакомиться с кем-то новым Это не было опасно Мы тогда еще не знали об опасностях в интернете Было просто весело В тот Новый Год парень по имени Дэйв тоже был онлайн Поболтай с ним Сейчас Обычно всех интересует возраст и место проживания Скажи привет Да Спасибо Мне 13, я девушка из Арканзаса Интересно, ответит Класс! Мне 17, я из Калифорнии Ему 17 Его имя Дэйв У него было фото в анкете Он выглядел так, как мы и представляли себе парня из Калифорнии Похож на серфера Спроси, он занимается серфингом? В Калифорнии все занимаются Да Ты серфер? Ну конечно Он серфер Боже мой Самое привлекательное было, что он из Калифорнии Мы не так много путешествовали Для нас за счастье было поехать во Флориду на каникулы в 7 классе Как там в Калифорнии? У нас не было знакомых в Калифорнии Когда мы думали о Калифорнии, то представляли Лос-Анджелес Знаменитости, всякие чудесные события О которых каждый день мечтали в школе Это рядом с Голливудом? Ты видел кого-то из знаменитостей? Мы проболтали с ним все ночь и совсем забыли про Новый год Холланд, население 577 человек С этого момента Кейси и Дэйв стали близкими друзьями по переписке Они общались почти ежедневно Как прошел день? Да так Что такое? Думаю, Кейси и Дэйв так сильно подружились из-за схожести характера Они оба были очень общительными и веселыми Не знаю, надоело все Да уж Он стал для нее очень важным человеком в жизни Кейси хотела, чтобы ее друзьям понравился Дэйв Она всех просила, чтобы мы добавили Дэйва в свои друзья Говорил, он классный, с ним здорово Но мы и добавляли, не отказывались У нас у всех был его адрес, и мы могли убедиться, такой ли он замечательный, как она описывала Он такой лапочка Приятно Он играет на гитаре в группе Я бы хотела послушать Как круто Дэйв был очень хорошим слушателем Ему можно было писать и писать без конца Он просто сидел и читал А потом вдруг неожиданно отвечал От общения с ним всегда становилось лучше Я не очень беспокоился, что она общается с мальчиками по интернету Я считал, что здесь она в безопасности Пока она была дома, а не где-то там, все было хорошо Отец Кейси работал посменно Ему было трудно углядеть, как развивались в интернете отношения его дочери с друзьями Так, это должно хорошо смягчить твою кожу Отклони голову назад Вот так Однажды мы собрались у нее Как птичка наложила Ужасно Мы были в доме одни Рик находился на работе, как обычно Чаще всего мы всегда были одни Противно Мы делали всякие маски Знаете, как в салоне Уже было очень поздно И темно снаружи Не крутись Мы услышали какой-то скрип На кухне Пол там был неровный И под весом он немного поскрипывал Скрип был очень явный Как будто там ходил кто-то здоровый Мы очень испугались Кейси, что это? Пап Тим, это ты? Никакого ответа Мы не знали, кто это был В доме кто-то есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok